Век, когда каждая посредственная способность создать канал на ютубе может вещать свое мнение и обсирать чужое, мы погрязли в самом настоящем второсортном потоке визуального контента. Как я считаю, все, от задротов и хик до лидеров мнений с мажорами, сходятся в одном вопросе. А че это новенькое-то будет? Хуй его знает. И этот вопрос очень ироничен сейчас, в момент, когда человечество окунулось в эпоху ремейков, ребутов и мультивселенных, которые лениво эксплуатируют старые идеи и педалируют одну концепцию, что изначально как иронично приветствовалось. Почему так вышло? Предлагаю откатиться в прошлое. Ведь как оно раньше-то было? Ты не мог взять и посмотреть дома, а то и скачать целый сезон сериала, вышедшего только что в прокат. Нет. Ты должен был идти в кинотеатр, выбирать кинцо из списка того, что вообще есть. Не понравилось первое кино? Иди на второе. Не понравилось второе? Иди на третье. Понравилось третье? Иди на повторный сеанс. И так было долгие годы, пока не наступила эпоха уже перенасыщения информации и контента. Теперь любой Вася из Мухасранска способен на простом телефоне делать шедевры и монетизироваться. По крайней мере, можно было так. И сейчас рядовой потребитель скорее уседется на диван и будет пялить в экран телефона, смотря шортсы до рассвета. Или просто контент на ютубе. Большинство уже не хочет идти за третий земель в кинотеатр и жрать то, что дает прокат. Интернет банально больше дает информации и ее разновидности. Правда, как мы ее используем, это другой вопрос. Но суть в том, что былой киношный ажиотаж вымирает. Поэтому классический формат видеосъемки кочевал на стриминговые сервисы в виде сериалов, где растягивается выход серий, а ты должен доплачивать за подписку каждый месяц. Но народ понял, что это полная цыганская шляпа и все надели пиратские банданы. Так или иначе, смысл дела этого не меняет. Кино в данный момент видоизменяется в формате. Старый больше не кодируется и медленно умирает. За новый же формат, думаю, пока рано говорить. Хотя многие уже вкусили новую эпоху российских сериалов, которые явно шагнули в визуальном и сценарном качестве. Но это отдельная тема, о которой в другой раз. Суть-то и дело в чем? Как я сказал ранее, всем плевать на кинцо с каждым годом все больше и больше, отчего новым оригинальным картинам тяжко. Все, конечно, может решить пиар и грамотная рекламная кампания с ярким завлекаловым. Но, во-первых, на это нужны средства, а во-вторых, это не дает полную гарантию об избегании провала. Ничего обещать не можем! Например, DreamWorks. Многие скажут, эм, вообще-то у него все окей, и кот сапогах 2 вышел сносным. Я же скажу, что да, сносным. Настолько сносным, что грядет новая вереница продолжений. А точнее, Мадагаскар 4, Шрек 5, Кунг-фу Панда 4, трейлер которого я разберу далее. А перед тем давайте посмотрим вот сюда. Здесь мы видим список мультов от DreamWorks за последние года. И видим, что чаще всего продолжения их былых шедевров в процентном соотношении приносят больше, имеют за собой больше ажиотаж. И оно-то понятно, нам проще воспринимать знакомые образы, нежели новые, которые надо, блин, еще и понять. По этому принципу ностальгии всегда поддерживалось существование клепания, спин-оффов, приквелов, триквелов, сиквелов, хуик. А после ужасающего классового провала Руби Гильман, вы же ее смотрели, да? Сверчки. DreamWorks сложил 2 плюс 2 и выдал нам капиталистическую базу. Нахера стараться и делать оригинал, и боясь потерять бабки, что случалось много раз? Проще всего воспользоваться тем, что уже придумано и проработано до нас. Похер, и так скавают. Вот Дисней все нулевые выживал на продолжение для ВХС. И не жаловались, почему мы не можем? Все же хотят продолжение, а мы его и дадим. Бинго! А теперь конкретно к трейлеру Кунг-фу Панды 4. Во-первых, зачем выходит четвертая абсолютно ненужная часть? С финансовой точки зрения я уже все объяснил. Это рубление бабла на ностальгии, которая с большей вероятностью окупится. Но с творческой... Я вас нихуя не понимаю! Мое отношение ко всей франшизе таково. Первую часть я обожаю, вторую считаю недооцененным отличным произведением. На сериалы... Всем похуй! А третья, честно говоря, в пересмотре она кажется слишком детской и что ли бредовой. То есть первая часть нам вбивала то, что каждый может стать воином при должном подходе и секрета величия нет. Все зависит от тебя. Вторая же часть сказала, что может и все могут стать воинами, но не каждый сможет постичь себя и найти внутренний покой. И весь сиквел попытается постичь себя, переживает флэшбеки, а потом в конце нам показывают деревню Панта и его отца, как затравку для триквела. И что мы получили в триквеле? Кислотные бои, превращение боевого искусства в сраную магию вне Хогвартса и абсолютную потерю драмы и былого накала страстей. Но за счет отличного визуала, постановки и завершения истории, я решил простить триквел и помнить о нем только хорошее, несмотря на все логические проволочки. И тут, сука, выходит этот незапланированный сюрприз. Надо ли говорить, что когда я увидел трейлер на ютубе, я просто... Во-первых, почему Пу опять должен что-то там постигать? Он вроде в конце третьей части уже стал типа всеобщим учителем. И вообще, его за всю франшизу, как сына Кадырова, обвесили самыми разными титулами. Во второй части он постигал внутренний покой. В третьей ци теперь он должен вновь преодолеть себя и... Сделать следующий шаг на своем пути. Не кажется ли вам это избито? А помимо прочего, новый злодей у нас может... Поглощать ци мастеров, менять облик, как злодей из мультов девяностых и... Ее мотивация всех захватить просто потому что... По приколу. По рофу. Во-вторых, а долго ли мы будем и дальше игнорить нистовую пятерку? Уже со второй части упор на хоть какое-то развитие их личностей упал до нуля. А теперь их вообще нет в тизере. И нам взамен пихают ненужного нового персонажа. Которая, дайте угадаю... Имеет проблемы с родителями, разочаровалась в окружающих людях. В течение мульта поссорится с По, а потом помирится. И либо она скажет, либо ей зафигачат речь про дружбу и жвачку. КПН! А, еще нам засунули кучу новых ненужных персонажей клише. Среди которых есть избитый образ малышей-бандитов, которые почему-то начали часто использовать. И нахер вообще надо собирать всех этих бандитов и переманивать их на свою сторону. Если у вас есть множество мастеров и бойцов из прошлых частей короткометражек. Артефактов из сериалов, да банально близкие друзья по из пятерки. Нет, все это у нас откидывается. Надеюсь, этому дадут хоть какое-то объяснение. Третье. Почему нынешние трейлеры так сосут? Нет, серьезно. Раньше тизеры вообще мало чего показывали из моментов. И специально недосказанностью зазывали в кино. Делая акцент лишь на основной концепции. А сейчас... Элемент неожидности это для геев, как мы все знаем. Все превратилось в бесконечный поток пафосного текста. Вырезки лучших боевых моментов и насыщенных сцен. Из чего уже можно сложить и предугадать весь сюжет, если вы не вчера родились. Такой халтурный вид тизеров тупо гробит все ожидания и заведомо вам дает слишком много несвязной мишуры. В итоге у меня очень скептичные ожидания четвертой части. И можно долго спорить в мелочах, но я готов с уверенностью сказать одно. Это точно надуманное продолжение, которое используют старые тропы. И оттого печально, что история кунг-фу панды присела на скамью ко всем другим франшизам, которые страдают точно таким же недугом. А теперь мы резко перескачив в мир российской анимации, откуда я возьму еще два примера ненужных продолжений. Причина появления которых может и различается, но фундамент проблемы тот же. Конечно же я начну с моих любимых богатырей. И нет, клуб земли я не буду обозревать. В своих старых видео я уже говорил, что все оригинальные проекты Мельницы провалились из-за отсутствия рекламной кампании. И лишь богатыри финансово тащат всю студию. И хоть сейчас насчет финансов Мельницы информацию найти все сложнее и сложнее, но опираясь на старые цифры, можно заявить, что вечное окупление богатырей далеко не вечное. Потому производство дешевеет. Раз за разом бюджеток все меньше и меньше, как и сборы. Сия политика пытается стабилизировать хоть какую-то расчетную прибыль. Такая производственная магия очень печальна. Ведь если очень грубо говоря, с каждым разом нам пихать все дерьмовее продукт. А он еще до кучи становится прибыльнее из-за меньшего затрата сил. И вся эта проклятая ситуация имела бы оправдание, если бы богатыри служили как генератор бабла, честь прибыли которого идет на оригинальные проекты, которые будут намного качественнее и самобытнее. И судя по всему, до этого Мельница додумалась только лишь сейчас. Ведь до этого была попытка заигрывания с 3D, что провалилась. А потом неудачный с точки зрения сборов эксперимент с перемещением Барбоскиных на большой экран. Дважды! Явно видна попытка сериальной франшизы расширить до ранга кино. Но рыночек сказал Барбоскиным... А в этом году нас ждет Лунтик на большом экране, что я воздержусь пока комментировать. И судя по анонсам, к черту идут хоть какие-то нравственные разборы ицея трех богатырей. Пора уже признать, это низкопробный поток шлака, купление в других проектах которых мы ждем... ...уже очень давно. Забавно получается, ведь точно такая же ситуация сейчас зарождается в другом месте. Помните ли вы мой обзор на подозрительную сову? С тех времен ситуация со всем контентом анимационной студии 2х2 лишь ухудшалась. Произошла самая настоящая десаватизация. И помимо заморозки всех анимационных проектов от 2х2, все, что осталось на ютубе в виде полноценных серий, было удалено. Не знаю, ютуб ли начал банить сову. Это такая новая политика всех анимационных кампаний, где надо выкладывать контент лишь у себя, на сайтах с рекламой, тем самым намекая на платную подписку, а на ютубе делать лишь анонсы. Но факт есть факт. Анимация 2х2 вымерла подчистую, но произошло... Чего за новогоднюю, блядь? Вышел новогодний спешл, который ввел сова собственной персоной. Я о нем узнал по случайности за час до начала трансляции и его видел в прямом эфире в новогоднюю ночь. И с одной стороны, я был тупо рад возвращению, но с другой... Меня не оставляло ощущение, что что-то не так. Я решил посмотреть дальше канал 2х2 после трансляции и... Сова рекламирует банковские услуги? Сова вернулся в медиа-канала? Хм... Твою ж мать! Это же превращение Савы в бренд, причем не на пустом месте. У него уже есть народная любовь, и даже после полного уничтожения всего его наследия, на протяжении большого количества времени, люди требовали продолжения. Серьезно, зайдите в комментарии ВК паблика 2х2, их сайт, или просто комменты под старыми короткометражками Савы на ютубе. И там будет куча капслочных требований продолжения. Я ничего против монетизации персонажа не имею, просто очень, блин, забавно получается, что персонаж Кирилла Данильченко теперь говорит без его голоса и рекламирует всякое. Капитализм, счастье, смерть. Авторской концепции. И есть два сценария развития событий. Либо это все огромный рофл, или же, что более вероятно, Саву потихоньку возвращают в массы для того, чтобы вернуть былые рейтинги и подзаработать. Вроде бы и все просто, че пристал. Но, видимо, все уже нахрен забыли, что у Савы так-то куча сезонов. Стагнация в качестве. Проблема с сюжетом, где он то цельная история, которая неплохо так написана, то юмористичное месиво. Сам-то спешл не так плохо, даже смог меня рассмешить и удивить, как в старые добрые. Но выйдет ли это у самого полноценного сезона? И у меня вопрос ко всем, кто орал. Где укра... Где девятый сезон? Чем вы вообще руководствовались? Ведь теперь в возможной перспективе мы получим Саву без привычного голоса, оригинальной авторской остринки и очередной бредовый сюжет. По традиции, серий в одном сезоне должно быть около 20. И я хоть убей, не могу вообще вообразить еще и так 20 сюжетов более-менее годных и затягивающих. Просто у нас уже есть опыт восьмого сезона, где истории строились даже не на методе Априкейн, а на одной дурацкой шутке, которая как бы ни была хороша, при вечном повторении может заебать. И в итоге мы получаем, что Сава высмеивающий бесконечный и клишированный ситком и сам же им и уподобился. Ирония. Бессердечная ты сука. Если раньше Кирилл порол продолжение без тормозов, то сейчас уже с руки крикливых фанатов не только Сава возвращается, но и в целом анимация дважды два. А вот уже какого качества будут сторонние проекты и будут ли они вообще, будет означать какова дальнейшая политика канала. Либо тупая нажива наподобие мельницы, или же как старый добрый безумный полет фантазии с шутками из КВН. Конечно. Надейся. Подводя итог, вы наверняка хотели бы услышать виновника, трендов и причину сия безумства. На самом деле конкретную личность, компанию или даже события очень тяжело уличить в виновности, ибо нынешняя картина складывалась из-за множества факторов. И массовый зритель вряд ли готов платить за эксперименты, ведь у него уже есть альтернативные развлекательные источники. И компании очень долго медлили с экспериментами и потакали хайпу с переделками старых идей. И время не стоит на месте, технологии скаканули, стали более доступными, теперь кто угодно может снять приключения животных в 3D, или очередную адаптацию русских сказок на базе чего уже наплодилось тонна студий. Вы же, идя в кино хоть на что-то, видели перед сеансом рекламы очередной 3D-шной бездарности. Так вот, я решил посмотреть парочку этих шедевров, надеясь на то, что может я предвзят, и визуальная похожесть и импотенция в дизайне не смогут скрыть гениальные истории. Я никогда так не ошибался в своей жизни. Если вкратце, то я как будто оказался в Зазеркалье. Очень убогом Зазеркалье. Возвращаясь же к вопросу виновности, то если обобщить, то виноваты частично все и... Секундочку! То есть ты решил слить весь свой вышесказанный монолог, где ты прямо указал виновного ради меня? Давай ты не будешь опять уходить в центристскую мораль! Ну, давай все за меня скажет песенка. Ты вновь все скорми им, продюсер наш милый. Все тоже мы снимем, чтобы люди платили. Если хочешь легких денег, возроди сюжет скорее. Повтори, перепродай, разогрей, переверстай. Не расстраивайся, парень, незачем в себя кошмарить. Чтобы рейтинги взлетели, мы помойки осмотрели. Мы все ждем перезапуск!